Ребята, время начинать. Меня зовут Михаил Сыроковский. И сегодня я вам хочу рассказать об как бы уже обычной теме микросервисов, но как их делать необычным способом. Ну и несколько слов о себе. Я около 13 лет в разработке программного обеспечения. Сейчас работаю в замечательной компании Logica. Я, можно сказать, полиглот. И мои обязанности заставляют меня знать много языков. Я программирую на Java, C Sharp, Python. В общем, на всем. И основной мой фокус – это разработка приложений, распределенных приложений с высоконагрузкой и на клаудных решениях. Ну и пару слов о том, о чем мы будем разговаривать. Я хочу с вами поделиться опытом, моим опытом на одном из проектов, текущем проекте, перехода с монолитной архитектуры на микросервисную архитектуру. И сначала разберемся о том, вообще, была ли для нас проблема этот монолит. После этого объясню, почему мы выбрали микросервисную архитектуру. Какими вопросами мы задавались и какие требования у нас были, чтобы эти микросервисы создавать. Почему мы выбрали такую тулу, как сервис фабрик? И что я называю другим способом? Какие же проблемы у нас были с монолитом? И первое, что хочется сказать, это про нашу архитектуру в двух словах. Примерно 80% нашей логики было в монолите, и монолит хостился на виртуалках просто в Azure. Также у нас была часть AWS, которая ранилась под управлением докер-контейнеров, и наш бэкэнд с Azure общался с бэкэндом с AWS. И есть несколько типов клиентов. Это десктоп-клиенты на винде с особым железом, и также обычные веб-клиенты. И первый вопрос, который может возникнуть, когда мы говорим про монолит, это что же у монолита с масштабируемостью? И, как ни странно, у нас все было отлично с масштабируемостью. Наши сервисы легко масштабировались, и они были stateless, и наши хранилища тоже легко масштабировались. Например, у нас одним из хранилищем был Redis. Часть его отвечала за кэшинг, часть отвечала за WebSocket Backplane, где все месседжи ходили. Были небольшие проблемы у нас с сиквельным хранилищем, но наш лот был примерно около 10% от доступного, поэтому как бы с масштабируемостью у нас не было проблем вообще. Но были технические проблемы, как у всех монолитов. Они достаточно обычные, и мы были ограничены только одним языком программирования и одной платформой. Также у нас было много модулей, и мы не могли их отдельно масштабировать. Самая больная проблема – это было то, что у нас схема была полностью шеринг, и каждый модуль мог менять данные в любом месте. Но с этими проблемами мы жили, жили достаточно долго, и они нас не напрягали. И это не было толчком для перехода на микросервис. Но появились проблемы в бизнесе. И одна из первых проблем – это мы купили несколько компаний. И у этих компаний был технологический стек абсолютно другой. Также наши СЛЗы вдруг стали очень хорошо работать. Наверное, им SEO пинка дал большого, и у нас мы начали очень быстро расти, примерно в пять раз, рост в пять раз за год. И самая технологическая проблема, которая у нас возникла со стороны бизнеса, это нам надо было стать гибридным решением. Гибридное решение – это значит, что мы должны работать на Bayer Metal, у кастомера в дата-центре, в Azure, в AWS, везде. И мало того, часть должна работать там, часть должна работать в другом месте. Это по выбору кастомера. И когда мы выбирали архитектуру для того, что мы будем делать, мы прошли несколько этапов. И первый этап – как мы будем масштабироваться и как привязываться к железу. Потому что в нашей системе было около 20 модулей разнородных. Некоторым из модулей необходима была высокая нагрузка. Их было бы очень хорошо масштабировать отдельно. Также был модуль, которому надо было очень-очень много памяти. Но более интересно и более дорого с точки зрения инфраструктуры, то, что некоторым модулям надо было дорогое железо, а именно NVIDIA Tesla видеокарты, которые поддерживают NVIDIA Grid 2.0. И были такие еще себе нодики, не такие уж дорогие, которым нужно было SSD. После того, как мы купили компанию, мы поняли, что самый правильный способ в разработке вообще – это использование правильных тулов и правильного языка для компонентов, которые подходят больше всего. И чтобы не быть многословным, вот примерно наш стэк, который у нас используется в проекте. Любая из этих штук может быть микросервисом. Также у нас, это не полный список, но также вот примерно такие тулы у нас используются для разработки. И несколько слов о гибридном солюшене. Зачем оно нам надо? Допустим, у нас есть обычные пользователи. Правильно говорить, таланты, организации. И они используют наши сервисы. С ними все в порядке. Есть у нас какие-то дата-сервисы, они анализируют данные и хранят данные. Но появились у нас так называемые, скажем так, суперсекретные организации, например, government организации или что-то с этим связанное, которым не подходит, чтобы данные и хранились напрямую в публичном клауде или вообще где-нибудь публично, где можно шерить, не знаю, ядро, например. Между разными сервисами разных тенентов. И они хотят, чтобы наше ядро, наши сервисы располагались напрямую в их дата-центрах. И самое интересное, что часть инфраструктуры у нас в клауде, часть инфраструктуры у нас в дата-центрах кастомерских. После этого мы поняли наши основные требования, которые аффектят нас больше всего. И мы начали задаваться вопросами, что же нам необходимо, какие реквайрменты у нас есть для микросервисов. Сначала мы пошли к Сисопсам. С Сисопсам просто. Я думаю, очевидно, что они хотели раниться везде. Также они хотели очень легко расширять нашу инфраструктуру. Нам надо поддерживать Windows и Linux. И мы должны понимать, какой нод у нас с каким железом, чтобы на них устанавливать определенные сервисы. Следующим этапом был поход к DevOps. Ну, к DevOps, как обычно, одно из первых требований было. Мы не хотим кодить вообще. Следующее. Давайте мы будем очень легко наши сервисы апгрейдить в один клик, не знаю, в одну команду. Ну, что-то очень простое. Конечно, нам нужна высокая доступность и самолечение. Не знаю, как это сказать на русском. Мы должны, если у нас нода какая-то сдохла, то мы должны очень быстро и легко переподняться. Также от них было требование, чтобы был встроенный сервис Discovery. И чтобы сервису можно было задать, на каком железе ему можно запускаться. Следующее, о чем мы задумались, это как нам надо деплоить сервисы. И одно из требований связано с security, что нам надо изоляция уровня ядра. Как мы знаем, у нас есть несколько способов разворачивать наши машины. И чтобы запровижить их, у нас используется определенный стэк. Честно говоря, я работал со всеми этими тулами, кроме Папета. И могу сказать, что, например, только Ansible обычно не хватает, или только Vagrande не хватает, только Chef'а не хватает. И обязательно все фреймворки, которые мы писали для DevOps, чтобы провижнить машины в себе, соединяли несколько из этих тулов. Следующее, что нам было необходимо, уметь разворачивать контейнеры. И достаточно очевидные выборы есть для работы с контейнером. У нас есть опыт работы с кубернетисом. Также мы рассматривали Docker Swarm, как наш контейнер orchestration tool. Meza с марафоном и клаудное решение DCOS. Понимая, что нам без этих требований, без имплементации этих требований у нас не получится ничего дельного, нам хотелось реально застрелиться, потому что estimate по разработке фреймворка от DevOps и от CISOPS по тому, чтобы легко нашим требованиям соответствовать, был примерно полгода. Команда DevOps бы работала над этим. Также мы рассматривали много разных других решений. Например, Spring Cloud. Но он нам подходил только частично. Также мы думали, что вообще не использовать никаких тулов, пытаться это делать самим с помощью скриптов. Но это убийство. Поэтому мы остановились на туле, который называется Service Fabric. Что это такое? Это продукт от Microsoft, называемый Microsoft Azure Service Fabric. И несколько лет назад я очень скептически относился к микрософтовским технологиям, особенно все, что связано с Linux Tech. Но эта тула оказалась самой подходящей для нас. И эта тула занимается оркестрированием ни контейнеров, ни машин, а именно сервисов. У меня есть понятие сервиса, мы работаем только с ним. Де-факто для разработки микросервисов сейчас используются контейнеры. Поэтому я хотел бы немножко сравнить, что же дает нам Service Fabric по отношению к контейнерам. Ну и первое, что я уже говорил, мы работаем с сервисами, а не с контейнерами. Следующий момент – это изоляция сервисов. Допустим, в Kubernetes или в Swarm есть изоляция на уровне контейнеров. Но такая изоляция нам не подходит. Поэтому Service Fabric предоставляет три способа. Первый, что изоляции нет вообще. Это означает, что мы можем ранить в одном процессе несколько сервисов, мы можем просто на одной машине ранить много процессов, и каждый из них является сервисом. Ну и все. И также мы можем ранить контейнеры. И есть kernel-level изоляция. Это виртуалка в виртуалке. То есть мы можем полностью ограничить наш сервис внутри какой-то виртуалки и работать с ним, как обычно, как с любым другим сервисом в этом же кластере. Контейнеры, вы, не предоставляют нам никакого SDK by default. Ни Kubernetes, ни Swarm, ничто. В сервис-фабрике есть свой собственный SDK, с которым можно синтегрироваться. Можно и нужно. И это помогает в многих вещах. Как я уже говорил, одной из наших главных целей было, чтобы оперировать это все было очень легко. И не надо было тратить много времени на скриптинг. Контейнеры тоже достаточно легко. Тоже достаточно легко скриптить. Но все-таки в сервис-фабрике меньше работы для этого надо. И последнее, о чем, что бы я хотел сравнить, это масштабирование. В контейнерах мы можем масштабировать, можно сказать, только инстансы. А в сервис-фабрике мы можем еще добавлять партишены к сервисам. Окей. Несколько слов про сервис-фабрик вообще. А что это такое и как он выглядит. Это кластер. Все просто. Допустим, у нас есть сервис-фабрик кластер. И чтобы нам его засетапить первоначально, если мы, конечно же, не в клауде, который поддерживает его out of the box, нам необходимо сделать несколько вещей. Например, на каждую ноду надо поставить сервис-фабрик runtime и SDK. Также нам надо открыть порядка семи портов, и чтобы все машины были доступны по сети. На самом деле это все. После этого мы пишем кластер конфигурацию, в которой указываем ноды, которые у нас есть, ну, айпишники, и раним скрипт, деплой кластер. После этого разворачивается кластер. В кластере есть системные сервисы. И, допустим, есть сервис ресурс-менеджер. Ресурс-менеджер отвечает за все ресурсы внутри кластера и каждой ноды. Он постоянно мониторит все ноды и может выдать любому другому сервису рекомендацию, например, на каком ноде лучше запустить сервис, потому что у него есть ресурсы для этого. Также все системные сервисы, они реплицируются для обеспечения высокой нагруженности, высокодоступности, извините. Следующий сервис, которым стоит упомянуть, это кластер-менеджер. Это штука, через которую мы полностью управляем кластером. Добавляем ноды, удаляем ноды, изменяем конфигурацию и все такое. Это наш, грубо говоря, API к кластеру. Следующая встроенная вещь, сервис-фабрик, это naming-сервис, и он является сервис-дисковери. Следующая вещь, это image-store. Image-store, это место, где хранятся все application-пэкаджи, сервис-пэкаджи, сервис-конфигурация и статические ресурсы какого-то сервиса. Например, если мы делаем веб-приложение, то там будут лежать наши HTML, CSS и все такое. У каждого из этих айтемов есть версия, и мы можем их отдельно апдейтить. Ну и следующий достаточно важный сервис, это health-менеджер. Многие из этих сервисов работают вместе для того, чтобы принять какое-то решение. Например, когда мы хотим задеплоить новый сервис или смасштабировать сервис, добавить пару инстансов, допустим, health-менеджер и ресурс-менеджер работают вместе и смотрят, какая нода более живая, где есть больше ресурсов, и деплоят сервис туда. Какие же у нас есть способы управления сервисом, сервис-фабриком? Есть три способа. Самый полный это REST API. Common line tool тоже есть и для Linux, и для Windows. Есть admin UI. Admin UI больше используется для мониторинга, и там всего лишь несколько операций можно делать, которые возможны с кластером. Ну и, конечно же, нам все это надо для того, чтобы деплоить наши микросервисы. Через Common line tool мы можем задеплоить приложение. В сервис-фабрике есть понятие приложение, есть понятие сервис. Приложение может состоять из любого количества сервиса, и в одном кластере может равниться любое количество приложений. Все приложения с помощью сервис-дискавери могут общаться между собой и все сервисы. Также сервис-дискавери дает публичный endpoint, на который мы можем снаружи попасть, если хотим. Мы можем его закрыть. После того, как мы создали приложение, мы его деплоим. И согласно конфигурации сервисы распределяются каким-то образом в ноде. Например, сейчас у нас, мы сказали, что worker-сервис запхать на все ноды, а веб-сервис сделаем, пожалуйста, три инстанса сервиса. Какая есть поддержка платформы сервис-фабрика? Ну, понятное дело, так как это Microsoft, то есть Windows. Также есть поддержка Linux. И что самое интересное, и это именно случай для нашего приложения, что есть гетерогенные кластеры. То есть кластер может состоять из Windows, из Linux, Node. Какие же у нас есть SDK? Тоже понятное дело, что есть у нас SDK по .NET, по .NET Core. И что было для меня, честно говоря, несколько лет назад сюрпризом, что у нас есть SDK для JVM стека. Как же нам программировать под сервис-фабрик? Есть две группы сервисов, которые возможно создать с помощью сервис-фабрика. Первая группа с использованием SDK, вторая группа без использования SDK. В SDK мы имеем Stateful сервисы и Stateless сервисы, и они, Microsoft называет их Reliable сервис. Также поддерживается модель актеров. Без SDK мы можем ранить контейнеры и Guest Executable. То есть мы в общем можем любое приложение абсолютно заранить, как, например, Java Jar, и оно будет работать. И Service Discovery будет его видеть. Как это объясню попозже. Ну и что же у нас с Reliable сервисом? Думаю, ни у кого нет вопросов, что такое Stateless сервис. Наш State где-то далеко, не в кластере, не на машине, не на ноде, не в памяти, или его нет. Но интересная модель, которую дает нам SDK Service Fabrica, это Stateful Service. Stateful Service обозначает, что State этого сервиса находится в кластере. И в нескольких словах, что это значит. Первое. Данные, State, хранятся на той же ноде в памяти, что и у сервиса, на которой ранится сервис. Этот State реплицируется для высокой доступности. Он поддерживает транзакционность. Sorry. И также мы можем его персистить, если нам это необходимо. И Microsoft дает гарантию, что 10 лет схема State не будет меняться, поэтому можно его и бэкапить спокойно и восстанавливать. Следующая модель поддерживаемая это актеры. И, допустим, у нас есть калькулятор API, и мы хотим что-нибудь считать. Вот. Мы хотим это еще и масштабировать, все расчеты масштабировать и ограничивать. Допустим, у нас есть два актера для добавления, для удаления, для операции. И если, допустим, юзер xy делает запрос, наш калькулятор API просит создать инстанс add актера с id xy и инстанс с абстракт актера с id xy. И все операции будут выполняться в этих инстансах актера. Допустим, а другой юзер, если захочет сделать операцию какую-то, то совсем на других инстансах, может быть, и на других нодах будет выполняться эта операция, что позволяет нам, можно сказать, бесконечно масштабировать наше приложение. Следующая модель, это модель контейнеров. И сервис Абрик предоставляет нам возможность ранить под виндой докер-контейнеры с линуксом или с виндовсом. Также с помощью Hyper-V создавать нам виртуалки на нодах и ранить в этих виртуалках сервисы. И под линуксом мы можем ранить докер-контейнеры. Ну и последний тип сервисов, которые поддерживаются, это guest-executable. Абсолютно все, что угодно, можно заранее как сервис. Описать его конфигурацию и зарегистрироваться в сервис Discovery без участия кода, скажем так. И что же я все-таки называю другим способом? Например, обычно для оркестрейтинга, скеллинга или селф-хиллинга мы используем, можем использовать несколько технологий. Но то же самое нам дает сервис фабрик с несколькими своими сервисами. Для сервис Discovery обычно мы используем консул, эврику, bookkeeper, whatever. Но у нас есть неймин сервис внутри нашего сервис-фабрика. Конфигурацию обычно мы храним, например, в консуле или в Hashicorp Fault, но также мы можем хранить конфигурацию в сервис-фабрике. Для лот-балансинга у нас очень много есть технологий, которые мы можем использовать, но также есть лот-балансинг внутри сервис-фабрика. И есть два вида. Есть лот-балансинг сервисов с помощью неймин сервиса, есть еще реверс прокси, встроенный в него, позволяющий нам достучаться снаружи до чего угодно. Состояние. Состояние мы всегда каким-то способом дизайним, и оно у нас где-нибудь хранится. Но мы можем использовать reliable collection, которые есть в сервис-фабрике. Ну и для того, чтобы мониторить health, есть n2love. То же самое умеет делать сам фабрик. Интересный момент, что для тестирования чаще всего микросервисов используется house monkey. Очень похожий фреймворк для этого, и есть сервис-фабрики. Для актеров де-факто акка, либо сервис-фабрик. То есть другой способ – это не использовать очень много разных технологий, а использовать сервис-фабрик. И, конечно же, есть минусы. Например, акка-модель немного шире, чем модель актеров в сервис-фабрике. Но, с другой стороны, в сервис-фабрике есть другие интересные фичи. Например, автоматический реконект к нодам, которые упали, у которых есть актеры для подписки на ивенты и что-то типа того. То есть я бы хотел порекомендовать посмотреть в сторону сервис-фабрик, если вы разрабатываете архитектуру микросервисов. Ну и следующее. Я хотел бы показать небольшое демо, насколько сложно это все делать. Сейчас я приконектую к кластеру в вейжере. Видно нормально на экране? Окей. Но у нас есть возможность поднятия локального кластера. Он у меня уже вроде поднят. И давайте попробуем к нему приконектиться. Где оно там? Окей. Давайте приконектимся к локальному кластеру, который у меня бежит в виртуалке. Теперь мы работаем в контексте локального кластера. Я тут написал маленькие приложения. Например, я написал такую штуку. Простой калькулятор. Просто у нас есть несколько параметров, и мы будем их калькулировать. И первое, что надо понимать, что сервис-фабрик, для запуска сервиса-фабрика, для запуска сервиса, если мы используем SDK, и сейчас мы его используем и регистрируем стейтлесс сервис, нам необходимо использовать их API. Таким способом мы запускаем наш сервис. И наш сервис состоит из нескольких ключевых моментов. Первое, он должен быть наследником стейтлесс сервиса. И может использовать две модели запуска. Первое, run async, и здесь мы можем запустить наш, допустим, worker thread, который будет бежать и делать полезную работу. Также есть сервис instance listeners, так называемый. Если мы хотим экспозить какой-то API, неважно какой, HTTP, TCP или что-нибудь еще, мы должны создать listener, позволяющего нам поднять сервис, опустить сервис и зарепортить, какие endpoints мы вообще хотим наружу отдать. И вот пример HTTP communication listener. Когда он создается, ему передается контекст. Из контекста можно вычитать определенную конфигурацию и, например, вычитать порт, как здесь мы делаем. Для вычитки порта, вычитываем порт мы по имени, и это имя оказано в конфигурации, которую я покажу позже. После этого мы должны за override метод open async, который возвращает endpoints, над которым мы работаем, и также возвращает, ну, и также стартует сервер. У меня здесь сервер — это обычный джетти. Внутри него используется джерси, и у меня есть один контроллер для этого. Также мы должны за override метод abort, который просто останавливает сервис. И можем, скажем так, abort убивает сервис. А close async — это gracefully убитие сервиса. У меня есть тут такой волшебный контроллер, который мы будем использовать. И в этом контроллере я репорчу имя ноды, IP-адрес ноды и результат расчетов. Несколько слов о конфигурации. В конфигурации все, что нам необходимо указать, это какая entry point у нас будет для запуска сервиса. Entry point в плане как стартовать процесс. И второе, что есть, это какой порт экспозит наружу наш сервис. Например, у меня сейчас 9000-й порт будет доступен после того, как задеплоим сервис фабрик. И просто показываю entry point.sh. Мы здесь просто запускаем джарку. Больше ничего не делаем. Для дебага можно использовать стандартные механизмы, встроенные в джаву. Ну и давайте попробуем локально задеплоить этот сервис. Делается это очень сложно. Примерно вот так. То есть я сейчас нахожусь в папке моего проекта. Там плагин для Eclipse создал для меня сразу эти скрипты. И теперь его можно задеплоить. Можно будет увидеть, ну оно будет достаточно быстро бежать, можно будет увидеть, что выполняется всего лишь несколько команд сервис фабрика для того, чтобы задеплоить мой сервис локально. Потому что сначала он убеждается, что нет у этого сервиса. Если он есть, он его удалит, потому что мы процедуру деплой делаем, а не процедуру апгрейда. После этого он копирует наш пэккедж в имидж-стор. Теперь он регистрирует наше приложение. И после этого запустит его. Давай, давай, быстрее. Да, вот сейчас он его запускает. Все. После этого у нас локально становится доступен калькулятор. Давайте обновим страничку. Вот, теперь уже у нас доступен наш калькулятор. И работай. Окей, у меня в Azure есть задеплоенный точно такой же сервис, который что-то делает. Ну, скажем так, мы можем посмотреть сейчас состояние, что же на самом деле происходит. Ошибок. Понятно. Ошибок мы… Это, наверное, проблема с сетью. Здесь. Да. I'm sorry, guys. Почему-то дисконнектнулось. Интересно. Так. Да. Если мы сейчас зайдем в Azure. Здесь все есть. Должно все работать. И как мы видим, наш сервис в Azure. Я задеплоил сервис и сказал, чтобы этот сервис ранился на абсолютно всех нодах, что доступны. Поэтому, если мы сейчас, мы можем увидеть, что у нас ноды, имена нод, на которых обрабатывался запрос, меняются. Никому не важно, где они на самом деле работают для такого типа сервиса. Вот. И как следующий пример у меня есть, скажем так, guest-executable пример. Давайте мы его даже создадим с нуля. Увы, Eclipse. Потому что пока что плагин для сервиса фабрика есть только для Eclipse. Вот. И здесь очень просто его создать. И масштабировать вот это нереально в Eclipse. Sorry, guys. Допустим, мы создадим какой-то проект сервис фабрика. И скажем, что у нас будет guest binary. Скажем, что стартовое приложение у нас сервер SH, которого у нас еще нет. Я думаю, что вам ни хрена не видно, да? Вот. После этого для нас создался проект. Также можно использовать Yoman, чтобы генерировать проект. Come on. Следующим этапом, что нам надо сделать. Нам надо создать наш сервер SH. И я подготовил очень маленький скриптик, который, грубо говоря, однострочный bash сервер. Давайте создадим какой-то файл. сервер SH. И запхаем сюда. Запхаем сюда этот код. Когда деплоится, извините. Когда деплоится guest executable, то некоторые environment variables прописываются для того, чтобы можно было их вычитать из этого приложения. Здесь я беру фабрик node name и host name и who am I. Следующее, что желательно указать, чтобы был доступен сервис снаружи, нам надо указать ресурс, который он экспозит. И у нас это будет endpoint. И допустим, у него имя будет что-то типа того. Ненавижу на ноутбуках писать. И допустим, порт. Давайте посмотрим, что там с портом. У нас… Сейчас поправим. И у нас порт 9002. Вы все видите в конце. Где отпечаточка? Ага, вижу. Спасибо. Endpoint. Окей, можно сказать, после этого наш сервис готов. И таким способом мы можем, например, любую готовую джарку просто задеплоить в сервис фабрики. И мы так и делали первым этапом работы с сервис фабриком. У нас были вот эти вот ноды в вейжере, на которых что-то ранилось. Мы взяли executable, тот, который у нас был. Просто запхали его в application package сервис фабрика. Описали, какие endpoints он экспозит. Сказали масштабируйся нам на все ноды кластера. И после этого масштабирование у нас произошло. Давайте проверим, посмотрим, сколько инстанс каунтов захотел сделать нам сервис фабрика. Он сейчас говорит, что инстанс каунт один. Вот. На локальном деф-кластере нельзя масштабировать сервисы, потому что порт-шаринг механизм не используется. Но если мы это будем делать, например, в Azure, или где-нибудь есть умный лот-балансер, то порт-шаринг механизм работает, и одни и те же сервисы могут использовать один и тот же порт на любой из нод. Так, вроде с этим все в порядке, и просто ради прикола давайте прямо отсюда и задеплоим наше приложение. Come on. Только я не знаю, кстати, сейчас куда он деплоит. Так же самое его можно и с консолью, конечно, задеплоить. Что у нас тут есть? Так, единственное, что надо сделать, чего не делает скрипт. Он не делает скрипты запускаемыми. Так, что у нас здесь? Здесь у нас уже вроде все прошло гладко, я надеюсь. Так, и на localhost 2000. Нет, не гладко. Где? Я не видел. Я пропустил, вернее. Да, 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 sorry guys. Ладно, давайте с консоли задеплоим, так будет проще. Come on. Могу вам сказать одно. Конечно же, девелопер-кластер – это не то, что в Azure кластер. И его частенько приходится рестартить. Рестартить его тоже достаточно просто. Так, и мы задеплоили это приложение. Все что? Да. Вот, наверное, вот это потому, что он локальный кластер у нас. Ладно, давайте мы его прибьем. Так, сервис, фабрик, come on, dev, а, кластер, сетап, dev, кластер, клинап. У нас есть такая командочка, она нам останавливает сервис. Также мы можем его заново запустить. Запуск сервиса занимает какое-то время. Да. Окей. Давайте продолжим презентацию, потому что это занимает примерно минуту, может быть, две. Окей, что же я хотел бы подчеркнуть. Ну, первое, когда использовать сервис фабрик? Ну, если у вас необходимо хоститься в Azure, то это единственное решение, которое будет работать для всех этих случаев одинаково хорошо. Если же у вас необходимо изстроить гибридные решения, unfortunately, это тоже одно из самых простых и единственных решений, как это построить. Если у вас большой стек технологий, которые используемые, тоже помощи будет очень много. Если вам нужны гидрогенные кластеры и раните винду и линукс, это место для сервис фабрика. Ну, это не очень важно, но на самом деле у нас было три девопса, и они занимались, скажем так, нашей инфраструктурой. Например, сейчас у нас сервис фабриком занимается один девопс, остальные занимаются там CI, что-то типа того. Больше они в это не смотрят. Ну, и когда вы еще можете это использовать? Если вы хотите попробовать что-то новенькое. Но есть, конечно же, и лимитейшены у него. Но лимитейшены не связаны с тем, что это действительно лимитейшен. Это еще не за девелопментная функциональность. Например, гайпер-виртуализации еще нет, скоро будет. Ой, циферка пропала. Полная поддержка линукса и все, что ранится под линуксом, а это java.net core, будет в четвертом квартале. Сейчас, например, нету reverse proxy, нету stateful сервиса. Также заявлена полностью поддержка Docker Compose. И не надо будет вот эту вот противную XML писать, которую я вам показывал. Можно будет просто заиспользовать Docker Compose файл. Файл, создаем приложение, даем Docker Compose файл и запускаем наш Docker приложение на нем. Ну, и гетерогенных кластеров пока нет. Мы сейчас очень-очень-очень ждем, когда это все появится. У нас есть прямые контакты с Microsoft, и они нас убеждают, что все будет офигенно. Спросите что-нибудь. Можно. Не-не, гетерогенность имеется в виду, что в одном кластере не может быть и линукса, и виндовса. Сейчас, например, только виндовс или только линукс. Вопросы, ребята? Поддерживается уже. На винде поддерживается виндовый и линуксовый докер сразу. Ну, спрашивайте, пожалуйста, без микрофона. Да, да, да. Подождите, повторите сейчас еще раз. Кто спрашивал? Сколько времени занял переезд с Монорит на микросервис? Скажу так, из-за того, что не было сильной бизнес-нужды, ресерч длился несколько месяцев просто для того, чтобы понять, что нам действительно надо и как мы это будем использовать. И после ресерча, когда мы выбрали сервис Фабрик, Монолит мы двинули буквально за неделю, чтобы он масштабировался с помощью сервис Фабрика. И сейчас у нас уже через месяц мы начали потихоньку выделять сервисы. Может быть больше, наверное, два прошло. У нас уже около шести или семи сервисов там бежит. Потому что мы постепенно Монолит разбиваем. Монолит весь работает в кластере, постепенно разбиваем и радуемся. Здравствуйте, можно вопрос, да? Кто, кто, я здесь. А скажите, это вообще open source луза или вы за нее деньги платите? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я забыл это сказать. На текущий момент сервис Фабрик не open source, и он будет open source с полной поддержкой линукса. Потому что это требования от линукса, и они хотят быть open source. И на самом деле Microsoft этим меня сейчас радует. У него почти все стало open source. А вот абсолютно все, что они разрабатывают open source. То есть линукс будет поддерживаться в четвертом квартале этого года. Поэтому в четвертом квартале он станет open source. А еще вот такой вопрос. Вот вы показывали, что вы там запускаете джава, ну джарку, да? Да. Как, в общем, через баш скрипт. А как вообще на инстансе, на котором вы хотите запустить эту джарку, появится джава? Откуда? Ну то есть ее надо за провижением туда, да? Как-то. Все просто. Если вы хотите на инстансе ранить джаву, то вам надо поставить джава-сдк. Это апт-гетом ставится в одну строчку. То есть чтобы кластер засетапить, надо… Кластер, ноду засетапить. Надо рантайм поставить и необходимый SDK. SDK есть сейчас три. Это common SDK, это для докеров и для guest-executable, java-sdk, ну и .NET, .NET Core SDK. То есть либо вы ставите сразу все, да, и тогда вы можете ранить на этой ноде все, что угодно, либо вы ставите то, что вам нужно. Ну вот хорошо, вы сказали, вот питон, например, вы хотите запускать, вам нужен интерплата питона, да? То есть это в common SDK входит или как? Нет. Придется, придется Python доставить, допустим, через, ну допустим, если Linux машина, то питон есть, да? Вот. Поэтому все будет работать. Если у вас, допустим, Windows машина, то Python не будет. Поэтому в entry point SH надо его доставить. Ну то есть получается, что автоматизация здесь не применяется, это руками делается при сетапе ноды, да? Да. Увы, если мы говорим про guest-executable, то все необходимые, скажем так, библиотеки надо доставлять. А еще вот вы сказали, вы в основном пользуетесь guest-executable или контейнерами, ну то есть докер, грубо говоря. Докером сейчас не пользуемся. У нас есть и guest-executable, и stateful, и stateless сервисы. Так, что у нас по времени? Есть время? Ага. Окей. И просто для затравки. Увы, я не был на Microsoft Build конференции. Было очень интересно именно прослушать по сервисфабрик. Но ребята были, и они рассказали, что Microsoft показали тысячнодный кластер сервисфабрика на Linux, который ранит миллион докер-контейнеров. Ноды были то ли 16, то ли 32 гигабайт в памяти. Это очень хороший результат, потому что все эти сервисы, скажем так, внутри докера, у них работала сервис Discovery, health monitoring, self-healing. Они показывали хаос манки, как тушат эти какие-то ноды. Ну, не хаос манки, а встроенный внутрь сервисфабрика тест-фреймворк. И они переподнимались, быстро было это видно все в статус-репортах. В общем, перформанс системных сервисов был очень хороший. Окей, у нас закончилось время. Спасибо, ребята, что посетили мой внутрь.